Добрый день, меня зовут Усачев Константин, и сегодня мы поговорим про белковую кристаллографию. В начале 20 века было совершено целый ряд различных открытий, которые сделало настоящую революцию в области науки и понимания картины мира. И одним из таких ярчайших открытий было обнаружение нового вида излучения рентгеном, который получил название рентгеновского излучения. И если мы посмотрим на диапазон длин волн, то данное излучение находится между видимым светом и гамма-лучами. Оно ухарактеризовалось своей способностью проходить сквозь твердые тела и задерживаться в некоторых из веществ. Далее данное излучение использовалось Максом фон Лауэ для того, чтобы впервые пронаблюдать явление дифракции рентгеновского излучения на кристаллической решетке. И таким образом сформировался метод, который получил название рентгеноструктурный анализ. Это один из дифракционных методов, который позволяет изучать структуру вещества. И в основе данного метода лежит явление дифракции рентгеновских лучей на трехмерной кристаллической решетке. Математическое обоснование данному явлению дали позже Вольф и Брек. И как метод рентгеноструктурный анализ был уже позже разработан Дебаем и Шерером. Поговорим сначала о самом понятии кристалла. Кристалл с греческого переводится как... Первоначально переводилось как лед, в дальнейшем получило также значение как горный хрусталь, либо кристалл. Это твердые тела, в которых частицы, атомы и молекулы располагаются закономерно и образуют трехмерную периодическую пространственную укладку, так называемую кристаллическую решетку. И на данном слайде приведены различные фотографии кристаллов, которые можно встретить в жизни. Для того, чтобы нам описать характерные кристаллы, необходимо ввести некие параметры. Для того, чтобы, оперируя ими, мы могли интерпретировать ту или иную систему. И в качестве таких параметров используется длина ребер для элементарной ячейки и значение углов между данными ребрами. Элементарная ячейка — это тот объем, повторяя который, мы можем воспроизвести конечную трехмерную структуру самого кристалла. И, соответственно, перебирая данные параметры, длинный ребер и значение углов, мы можем получать несколько типов кристаллической решетки. Здесь показаны примеры таких типов, которые можно разбить на группы, которые называются сингониями. Для того, чтобы воспроизвести трехмерную структуру кристалла, необходимо проводить операции симметрии с элементарной ячейкой, с тем, чтобы, повторяя ее, воспроизвести конечную трехмерную структуру. И существует несколько таких типов операций симметрии. Это может быть самый простой перенос элементарной ячейки, либо трансляция. Это могут быть элементы поворота вокруг оси, это могут быть отражения в центре симметрии, винтовые переносы, отражения в плоскости симметрии. Но, так или иначе, мы можем применять эти операции симметрии с тем, чтобы объяснить трехмерную структуру исследуемого кристалла. И далее, поскольку длинные волны рентгеновского излучения лежат в диапазоне от 0,01 до 10 ангстрем, то эти расстояния сопоставимы с расстояниями между атомами внутри кристаллической решетки. И таким образом, кристаллическая решетка может выступать в качестве дифракционной решетки для данного вида излучения. И мы можем наблюдать явление дифракции рентгеновских лучей на таких решетках. Изменяя угол падения, мы можем, соответственно, получать либо положительное, либо отрицательное сложение этих волн, и, соответственно, наблюдать яркие максимумы и темные минимумы на дифракционной картине. И здесь представлена схема для описания данного явления с помощью закона Вульфа и Брега. Мы видим две плоскости, на которых происходит отражение падающего рентгеновского излучения под неким углом тета. Первый луч отражается от верхней плоскости, второй луч отражается от следующей плоскости в кристаллической решетке. И если мы проанализируем эту систему с помощью геометрических параметров, то мы можем записать следующее уравнение, что 2d, где d это расстояние между плоскостями, умноженное на синус тета, где тета это угол падения излучения, будет равняться n лямбда, где n это порядок отражения, целое число, которое будет нам показывать, сколько длин волн укладывается в развитии хода лучей, отраженных соседними плоскостями, а лямбда это длины волны падающего излучения. То есть, таким образом, если мы будем знать информацию о длине волны падающего излучения, если мы будем знать угол падения, то, соответственно, мы можем получать информацию о расстояниях между такими плоскостями. Далее здесь представлена схема простейшего рентгеновского эксперимента. Необходимо иметь источник рентгеновского излучения, который будет создавать яркий пучок данного типа излучения, который затем будет попадать на кристалл, который в свою очередь будет выступать дифракционной решеткой. На кристалле будет происходить процесс рассеяния рентгеновских лучей, и если мы поставим экран либо детектор, который может регистрировать данный вид излучения, то мы увидим дифракционную картину, которая представлена в виде ярких точек, либо их называют также рефлексами. И зная интенсивность данных рефлексов, зная угол падения рентгеновского излучения, мы можем рассчитать структуру элементарной ячейки исследуемого кристалла. И в жизни мы довольно часто сталкиваемся с различными формами кристаллов. Это кристаллы воды, различные кристаллы солей. Но когда мы говорим про биологические системы, то это не совсем понятно, как можно получить кристаллы белка либо кристаллы ДНК. Для этого необходимо выполнить целый ряд операций, и на которые накладывается целый ряд требований. В первую очередь нам необходимо получить максимально гомогенный раствор данного соединения и максимально очищенный, то есть у нас должно быть как можно меньше различных примесей, которые будут нам мешать для дальнейшей кристаллизации. И, соответственно, необходима довольно высокая концентрация биологических макромолекул, это порядка 10 мг на мл. Но, тем не менее, данный метод работает для изучения таких структур, как белки и нуклеиновые кислоты. И как раз-таки с помощью метода рентгеноструктурного анализа было совершено целый ряд исторических открытий. Ну, самое известное, наверное, это открытие структуры двойной спирали ДНК, которое было сделано Уотсоном и Криком, как раз-таки основанное на данных рентгеноструктурного анализа, когда они впервые увидели на дифрактограмме фотографию в виде креста. И они поняли, что данный объект обладает симметрией, и согласно этим данным построили структуру двойной спирали, и предложили принцип хранения генетической информации. Другое важнейшее открытие в области биологии, также связанное с рентгеноструктурным анализом, это решение первой трехмерной структуры белка, миоглобина, которая также впервые показала, что белки — это очень сложные молекулы, которые асимметричные, у них есть внутреннее гидрофобное ядро, и таким образом этот метод позволил интерпретировать трехмерные структуры биологических макромолекул для того, чтобы в дальнейшем понимать основы химии жизни. И если мы говорим про белковые системы, про различные способы получения таких кристаллов, то есть несколько различных подходов, как добиться данных условий. В качестве примера можно привести экспрессию в бактериальных системах, когда клетки кишечной, бактерии кишечной палочки, в них вводится кольцевая молекула ДНК, которая кодирует необходимый для исследования белок, и мы как бы заставляем бактерии нарабатывать этот белок внутри себя. Далее эти бактерии можно выращивать на различных питательных средах, размножать их, и таким образом увеличивать клеточную массу. Далее можно эти клетки осадить с помощью центрифугирования, разрушить клеточную стенку, и с помощью различных методов очистки, таких как афинная хроматография, гельфильтрационная хроматография, получить конечный белок с высокой степенью частоты, гомогенности, без каких-либо примесей, и с высокой концентрацией. Вот если мы эти этапы сделали, то мы можем переходить к следующему шагу по решению структуры данного нового белка с помощью рентгеноструктурного анализа. Следующим этапом является получение кристаллов, как самого важного компонента в этой системе. И для того, чтобы нам получить кристаллы биологических макромолекул, таких как белки и нуклеиновые кислоты, нам необходимо создать присыщенный раствор. Для этого используют несколько различных методик. Одна из самых распространенных – это диффузия водяных паров, когда создается герметичный резервуар, на дно которого помещается раствор, содержащий различные осадители и соли. И над резервуаром, либо на покровном стеклочке, либо на специальном пьедестале, размещается капля с данным противораствором и белком. И данная капля подвешивается над этим резервуаром с помощью герметизирования этой системы различными вазелиновыми составами, с тем, чтобы получить такую замкнутую систему, в которой капля будет медленно испаряться, то есть происходит диффузия водяных паров из капли в противораствор, и концентрация биомакромолекулы будет медленно повышаться. И в каких-то условиях может произойти так, что агрегация этих белков будет приводить к тому, что начнутся формироваться кристаллы данного соединения, то есть образец перейдет из жидкой формы в кристаллическую. Вот здесь показан пример такого явления. Мы наблюдаем за каплей в течение некоторого времени. После того, как мы раскапали этот белок в различных условиях для кристаллизации в этих планшетах, их помещают в термостат, и потом с определенным интервалом анализируют капли данных белков в различных растворах. И может так случиться, что в какой-то момент времени вы увидите, что в этих каплях начнут появляться сначала маленькие зародыши кристаллов, которые будут все больше и больше увеличиваться в размерах, и вырасти до конечных таких красивых монокристаллов с хорошей огранкой. Это происходит как раз-таки за счет того, что идет медленная агрегация, то есть присоединение одного белка к другому такому же белку в растворе за счет того, что мы медленно увеличиваем концентрацию. И именно поэтому очень важно, чтобы у нас было как можно меньше примесей, поскольку примеси будут мешать формированию корректной трехмерной кристаллической решетки, состоящей из биомакромолекул. Однако, если вы получили кристаллы таких биомакромолекул, то это еще не означает, что вы можете решить их структуру, поскольку зачастую может происходить кристаллизация не вашего солевого белка, а тех солей, которые входят в раствор для условий поиска для кристаллографии. Для того, чтобы облегчить систему поиска для исследователей, были разработаны специальные роботизированные станции, которые могут раскапывать в нанолитровых объемах различные условия для кристаллизации, смешивают их в автоматическом режиме с раствором белков, и далее планшет пластиковый с такими раскапанными каплями кристалла в различных условиях помещается в специальную термостатированную систему, в которой происходит фотофиксация, то есть фотографируется каждая лунка, каждая капля в определенном интервале времени. И далее вы потом можете просто подключиться удаленно к компьютеру от этой роботизированной системы и на своем мониторе наблюдать за каплями, которые находятся в этом планшете с течением времени. То есть вы можете проверить через 3 дня, через 4 дня, через неделю, через месяц и так далее, и искать те условия, в которых у вас возникнут кристаллы. Однако, как я уже говорил, получение кристалла еще не означает, что это именно кристалл вашего исследуемого соединения. Зачастую может происходить кристаллизация различных солей, и для того, чтобы это проверить, мы можем использовать также различные методы и подходы, один из которых – это введение специальных красителей, которые окрашивают только кристаллы с белковыми макромолекулами. Либо можно анализировать данные планшеты в ультрафиолетовом диапазоне, просмотреть, либо делать различные возбуждения на второй гармонике с помощью лазерного излучения. И таким образом мы можем отфильтровать кристаллы, которые будут относиться к соединениям, таким как соли. Далее, если этот шаг был выполнен, то есть вы получили высокоочищенный препарат вашего целевого белка, провели условия скрининга, вырастили индивидуальные монокристаллы, необходимо сделать следующий шаг в исследовании структуры данного соединения, который называется криопротекция. На самом деле, сами монокристаллы биологических макромолекул, они очень рыхлые, то есть в них очень много пор, внутри которых находится молекула воды. Для того, чтобы такие кристаллы не разрушались под рентгеновским излучением, необходимо производить их заморозку. Для этого используют жидкий азот, и в системах, в которых регистрируется рентгеновское излучение, данные кристаллы постоянно обдуваются газообразным азотом. Однако, если этот хрупкий кристалл, внутри которого находятся поры, содержащие воду, замораживать в жидком азоте, то за счет расширения кристалликов льда при заморозке, данный кристалл будет трескаться. И, соответственно, это будет приводить к дефектам в структуре кристаллической решетки, что приведет к тому, что у нас будет очень плохое качество конечных дифракционных данных. Чтобы этих негативных явлений избежать, необходимо произвести этап, который называется криопротекция, и он заключается в том, чтобы выловить монокристалл из капли, в которой находятся ваши условия по кристаллизации, и поместить их в другую каплю, в которой будет находиться раствор криопротектанта. Но обычно это различные растворы с полиэтиленгликолем, либо глицерином, то есть молекулы, которые могут замещать молекулы воды в порах этого кристалла, и при заморозке не будет приводить к растрескиванию этой кристаллической структуры. После того, как подобрали условия кристаллизации, данные кристаллы можно замораживать в жидком азоте и, соответственно, транспортировать их до источника рентгеновского излучения. Это либо лабораторные какие-то системы, такие как дифрактометры, либо это самые яркие и мощные пучки, которые находятся на установках Megascience мирового уровня, который называется синхротроны. Если мы сравним синхротроны и лабораторные источники, то у синхротронов есть целый ряд преимуществ. Ну, в первую очередь, это их более яркие пучки, то есть намного выше интенсивность рентгеновского излучения, которую можно достичь и, соответственно, зарегистрировать большее количество информации по дифракционной картине для данного вида белковых кристаллов. И второе достоинство синхротронов – это то, что мы можем менять длину волны, то есть варьируя этот параметр, регистрируя различные дифракционные картины в разных диапазонах волн и, соответственно, получать еще больше информации о структуре. В то время как лабораторные источники обычно имеют фиксированную длину волны, но наиболее распространенный вариант для белковых систем – это отпаянная медная трубка с длиной волны 1,5-анкстрена. Но, тем не менее, и те, и те системы позволяют нам решать структуру таких монокристаллов с довольно высоким разрешением. И здесь представлена схема основных участков, основных компонентов такой системы для регистрации дифракции рентгеновских лучей. Это схема лабораторного дифрактометра, который состоит из источника рентгеновского излучения. В данном случае это отпаянная медная трубка. Далее в центре у нас располагается гониометр, на который крепится кристалл, который вылавливается, соответственно, из раствора с криопротектантом с помощью специальной петли либо различных держателей, разработанных для этого метода. Гониометр может вращать кристалл на 360 градусов вокруг своей оси. Далее стоит детектор, который также может вращаться вокруг самого кристалла. Мы можем регулировать расстояние от детектора до кристалла, то есть придвигать и отодвигать его. И также имеется система для охлаждения кристалла газообразным азотом с тем, чтобы сохранить данный кристалл под действием, пока мы будем воздействовать на него рентгеновским излучением. После того, как мы для нашего монокристалла зарегистрировали набор дифракционных картин, нам необходимо их обработать и перейти к следующему этапу решения структуры. Нам необходимо определить так называемую функцию электронной плотности в кристалле. Это периодичная функция, которую мы можем представить в виде комплексного ряда фурьера. В состав этой функции будет у нас входить вектор координат r, v — это объем элементарной кристаллической ячейки, трехмерный вектор h, который принимает целочисленные значения, и комплексный коэффициент, который называется структурным фактором. Поскольку вот этот коэффициент — это вектор, мы можем его представить в виде формы, когда мы записываем модуль структурного фактора и экспоненциальную функцию, где φ — это фаза. И когда монохроматический рентгеновский луч будет падать на такой кристалл, который определенным образом будет ориентирован относительно данного падающего луча, тогда рассеяние будет происходить в дискретных направлениях, которые будут в свою очередь определяться параметрами кристаллической решетки. И дифракционная картина, которая будет возникать у нас на детекторе, будет представлять собой набор рефлексов. Это яркие пятна, которые, соответственно, будут пронумеровываться с помощью вектора h. Дальше нам, согласно кинематической теории рассеяния, необходимо решить, получается, это уравнение, и интенсивность данного отдельного рефлекса, который мы регистрируем на детекторе, она пропорциональна квадрату модуля структурного фактора. То есть если мы будем измерять интенсивность рефлексов, то мы можем получить значение модулей структурных факторов для того, чтобы определить искомую функцию распределения электронной плотности. Но проблема этого метода заключается в том, что нам недостает экспериментальной информации для того, чтобы полностью из эксперимента определить все параметры. В частности, мы не можем получить информацию о значении фаз. И эта проблема получила свое название фазовая проблема, которая зачастую приводит к тому, что мы не можем определить конечную структуру, несмотря на то, что у нас есть монокристаллы наших исследуемых биомакромолекул, они хорошо дефрагируют, но если у нас не будет информации о фазах, то все это оказывается бесполезным. То есть нам не хватает информации для того, чтобы интерпретировать экспериментальные данные. И существует несколько различных методов решения этой проблемы. Один из таких методов — это введение в структуру кристалла специальных производных тяжелых металлов, которые могут связываться с молекулой белка в определенных местах. И не изменяя структуру данного целевого белка, мы можем увидеть разницу в дифракционных картинах такого производного с замещенными тяжелыми изотопами и исходного белка. И на разности данных дифракционных картин можем определить положение тяжелых атомов, из которых потом можем рассчитать значение фаз для всей остальной молекулы. Другое направление — мы можем использовать эффект, так называемого, аномального рассеяния. Ну и самый распространенный, наверное, метод — это если вдруг имеется структура белка, который уже когда-либо был решен ранее, мы можем, и его структура очень похожа, то есть он гомологичный по своей миноксотной последовательности, либо у него есть какая-то функциональная гомология, мы можем предполагать, что его трехмерная структура будет похожа на исследуемый нами белок, то мы можем использовать значение фаз для этого конкретного решенного белка с тем, чтобы вставить их в решение о уравнении электронной плотности для исследуемого соединения. И потом произвести уточнение, то есть может быть на первом этапе данное решение окажется верным, и мы сможем перейти к следующему этапу. В конечном итоге мы должны получить распределение электронных плотностей в пространстве и далее в эту карту электронной плотности вписать структуру нашего исследуемого белка. То есть мы знаем его миноксотную последовательность, поскольку мы его нарабатывали в больших количествах в экспрессионных системах, мы можем произвести секвенирование, то есть определить его последовательность один за одним всех миноксотных остатков, и дальше нам необходимо вот эту вот длинную полипептидную молекулу вписывать в электронную плотность экспериментальную с тем, чтобы каждый атом встал на свое место внутри этой электронной плотности. И чем больше точно у нас будет соответствие между расположением атомов и электронной плотности, тем более точно мы решаем его структуру. Далее нам необходимо произвести уточнение, то есть мы, например, можем использовать структуру гомологичного белка, вписать его в электронную плотность, произвести замену аминоксотных остатков на те, которые действительно наблюдаются в нашем целевом белке, и вручную их вставить в эти электронные плотности, и далее запустить процесс уточнения. И потом уточненную структуру опять-таки использовать в качестве исходной. То есть, повторяя несколько итераций один за одним, мы будем все более и более точно получать максимально верную информацию о строении следом соединения. И для того, чтобы ввести какое-то число, которое бы характеризовало, насколько качественно мы решили структуру, вводят понятие так называемого R-фактора, который представляет собой разность модулей структурных факторов, которые мы измеряем в эксперименте, и модуль структурных факторов, которые рассчитаны по координатам модели. То есть, чем меньше значение R-фактора, тем лучше у нас полученные координаты атомов соответствуют пространственной структуре исследуемой молекулы. Но обычно для белковых структур, расшифрованных с хорошей точностью, R-фактор составляет 0,1-0,15. Также используют еще один показатель качества модели, так называемый свободный R-фактор. Его отличие от R-фактора заключается в том, что до начала процедуры уточнения мы берем часть данных, то есть порядка 10% экспериментальных данных, и откладываем в сторону, и не используем их для анализа. Далее мы проводим все процедуры уточнения несколько раз, и если вдруг после проведенного уточнения окажется, что для этих контрольных данных модули структурных факторов, рассчитанные по модели, близки к экспериментальным, то это позволяет с большим доверием нам относиться к полученной модели, нежели чем мы бы основывались на степени совпадения с экспериментом тех величин, которые мы стремились к нему подогнать исходно. Поэтому значение этого свободного R-фактора, оно более точно характеризует нашу систему. Ну и, соответственно, чем меньше значение R-фактора, тем лучше мы решили структуру целевого белка. Здесь вот на слайде представлены различные, точнее, представлены структуры одного и того же белка, решенные с разным разрешением, и мы видим, что чем выше значение разрешения, тем более детально мы можем определять расположение отдельных атомов. То есть, если на карте с разрешением 3 А мы можем хотя бы определить направление положения боковой цепи аминокислотного остатка, то в карте с разрешением 1 А мы уже видим расположение отдельных атомов в ароматическом кольце, мы видим полость внутри данного кольца. То есть, мы можем максимально точно расположить нашу исследованную молекулу в этой электронной плотности и, соответственно, максимально точно интерпретировать ее структуру. После того, как структура данных белковых молекул, либо молекул ДНК решается с помощью рентгеноструктурного анализа, либо других методов, таких как спектроскопия и АМР, криоэлектронная микроскопия, то далее такие структуры помещаются в специализированную базу данных, которая называется Protein Data Bank, PDB, банк белковых структур, в которой хранятся координаты всех известных структур, которые решены на данный момент. И на самом деле с развитием методов структурной биологии, физики происходит экспоненциальный рост трехмерных структур с высоким разрешением, которое определяют ученые. И это позволяет нам анализировать, что происходит внутри биологической клетки при биохимических реакциях. То есть мы можем увидеть в трехмерной картине, как взаимодействуют отдельные атомы биологических макромолекул, таких как белок с ДНК, либо белок с белком. И это позволяет нам использовать данную информацию для того, чтобы научиться управлять биологическими процессами на атомарном уровне. То есть если вдруг мы увидим, что, например, у нас два белка взаимодействуют друг с другом в виде какой-то полости и выступа второго белка, и мы знаем с атомарным разрешением расположение атомов внутри полости и выступа для этих белков, то мы по этим данным можем создать новые соединения на основе каких-то химических производных, либо пептидной природы, с тем, чтобы они могли занимать структуру этой полости. То есть подобрать трехмерную структуру молекулы химической таким образом, чтобы она максимально точно совпадала с местой посадки одного белка, и местом взаимодействия двух белков. И таким образом мы можем предотвратить механизм взаимодействия этих белков и, соответственно, остановить какой-то процесс, которым мы хотим научиться управлять. То есть по такому принципу, в принципе, работают антибиотики, либо различные лекарственные препараты, которые на том или ином этапе блокируют биохимические процессы, происходящие в живой клетке. Поэтому структурные исследования биомакромолекул с помощью методов рентгеноструктурного анализа по-прежнему остаются актуальными, несмотря на то, что прошло уже более 100 лет с момента открытия метода. Но тем не менее рентгеноструктурный анализ и белковая кристаллография по-прежнему являются ведущим методом определения с атомарным разрешением структуры биомакромолекул, которые позволяют отвечать на очень большое количество вопросов о химии жизни. На этом у меня все. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова